Есть несколько причин, почему Бог приводит людей к обучению Библии в ее важных темах. Первая причина – обучить верующих быть дисциплинированными в мышлении с Богом. Вторая причина, и она важная для обучения в Библейском колледже, состоит в том, чтобы человек вошел в академическую дисциплину в аудитории. Образование – это ценное качество, необходимый процесс и взаимоотношения, доставляющие удовольствие. Итак, библейское образование также является очень важным. Академическая дисциплина в аудитории означает, что мы входим в принятие серьезного решения, подчинять наши умы учителю, в то время как он обучает теме, которую он сообщает нам, когда ведет занятие. После завершения занятия вы можете покинуть аудиторию и, конечно, можете не подчиняться этому учителю в том смысле. Это очень важно, потому что это производит академическое смирение. В академическом смирении мы смиряем себя в духовных целях обучения. Мы смиряем себя в духовных целях обучения. Академическое смирение. Это означает, что в определенный период вы обучаетесь развивать вашу сосредоточенность. Через развитие вашей сосредоточенности вы обретаете способность Божьей благодати и умение, которое Божья благодать дает вам, чтобы сосредотачиваться в течение 55 минут без всякого искажения, из собственного ума, без воздействия, из атмосферы и не испытывая неловкости. Если спросить некоторых людей, почему вы приходите в библейский колледж, они ответят, чтобы научиться быть лидером. Нет, вы приходите не для этого. Это может быть частью обучения, но вы приходите, чтобы обучиться быть служителем, чтобы стать узником Иисуса Христа. И вы осознаете, что многое из происходящего, почему вы живете, с кем вы живете, происходит для того, чтобы помочь вам обрести сердце служителя. Так было замечательно слышать голос пастора Стивенса. Я помню, те годы в библейском колледже мы не представляли, каким будет результат или куда это приведет нас. Это стало познанием Бога, познанием Его. Об этом мы поговорим сегодня. Так, вот мой общий план по вечерним собраниям в среду. Дух Святой больше, чем наше время, но из-за того, что это будние дни, и приезжают семьи по средам вечером. Мы очень рады вам, и они обычно будут посещать школу по средам. Так что моя цель, чтобы служения завершались не позже восьми сорока пяти по вечерам. Хорошо, правда? Я знаю, что ваше мнение может отличаться, но ничего. Просто для того, чтобы почтить семьи, а также учителей и тело Христа. Я не могу выразить то, что я хочу выразить в течение тридцати минут. Может быть, тогда не нужно говорить об этом? О, нет, нет, хорошо. У нас нет в этом согласия. Идем вперед. Книга Исаии, 55-я глава. И затем мы перейдем к Евангелию от Иоанна, 1-й главе. Сейчас же мы просто читаем. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра». Кто-нибудь находится в этой категории? «Идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра. Идите, покупайте, ешьте, идите, покупайте без серебра, без платы вино и молоко». Сегодня, после обеденной дискуссии, мы решили благовествовать с Мольбертом на набережной внутренней гавани. Я нахожусь здесь, как пастор, уже более 10 лет. И я всегда думал, что нужно получать особенное разрешение, чтобы поехать туда, установить Мольберт и проповедовать. Но Эрик Дрессел сказал, нет, для этого никакого разрешения не нужно. Мы проверили это, подъехали к зданию Конституции Соединенных Штатов во внутренней гавани. Пастор Хэдли, пастор Фред Эллис и я сделали рисунок по теме «В вашем сердце дырка». Придите к Христу, и Он удовлетворит вас без денег, без платы. Стих 2. Для чего же вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Мы тратим много денег. Мы тратим много денег. Скажите это вашему соседу. Мы тратим много денег. Вы тратите много денег. Вы тратите слишком много денег. Я забыл кое-что. Я хочу поприветствовать Марго Мискиман. Где вы, Марго? Марго? О, вот она. Это удивительно. Марго. Спасибо. Мы рады, что вы здесь. Это семья. Мы семья. Спасибо, что вы здесь сегодня. И вот, например, я иду в торговый центр, в Таргет, покупаю что-нибудь. Мне в действительности это не нужно. На самом деле я даже и не хочу этого, но я покупаю, приношу домой, полирую, смотрю на это, кладу на чердак, возвращаюсь в Таргет и покупаю что-нибудь другое. Может быть. Хорошо. Давайте продолжим. Стих 2. Послушайте меня внимательно и вкушайте благо. Бог говорит, послушайте меня, и душа ваша донасладится туком. Пастор Стив сделал нечто замечательное. Я знал, что он может это сделать. Я сказал, вы можете найти для меня название корабля, который был загружен золотом или серебром и затонул в каком-то океане где-то. И сокровища так и не нашли. Он сделал это за полторы минуты. Это официальное сообщение. В действительности, это айфон сделал за меня. Я просто ввел название. В 1511 году, то есть за 100 лет до публикации Библии короля Якова, из Португалии отправился корабль «Цветок моря», загруженный золотом на сумму 2,6 миллиарда долларов. Недалеко от берегов Суматры он затонул. Это я говорю на тот случай, если вы захотите найти это золото. Никто так и не нашел его с 1511 года. Есть ли кто-нибудь в этом собрании, кто сможет найти это золото? Мы возложим руки на вас сегодня. И вы поедете и найдете его. Это будет пастор Чак Хайнрайк. Он обязательно найдет. Почему мы говорим об этом? Это ведет нас к определенной цели. Стих 3. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша. И дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Есть люди, которые ищут что-то, находят, но они не удовлетворены. Также есть люди, которые ищут самое важное. И зачастую это очень трудно найти самые важные вещи в жизни. Представьте, что где-то в море находится золото на 2,6 миллиарда долларов, и человек со всей своей технологией не может найти его. Это напоминает мне книгу Иова, 28 главу. Это вам на заметку. Прочтите в свободное время Иова, 28 глава. Там сказано, как птица находит свой путь, рыба находит свой путь, но человек не может найти мудрость. Мы живем в мире, где люди находят многое, но не находят самого важного. Давайте посмотрим Евангелие от Иоанна, 1 главу. Посмотрите на эту главу. Запишите несколько мыслей об этом. Это глава о том, как люди не знают важных вещей. В этой главе упоминаются четыре личности, о которых люди не знают. Было бы замечательно иметь координаты точного места, где затонул тот португальский корабль, загруженный золотом. Но есть нечто большее. Это чтобы я лично реальным образом познал Бога. В Евангелии от Иоанна, в первой главе, нам сказано, что человек не знает Бога. Он не знает, где его найти. Он не может найти его. И что еще хуже, он не желает его найти. Я думаю, что атеисты в мире будут ответственны, когда предстанут перед Богом и скажут, «Я не верил в тебя». Бог спросит, «Почему ты не верил?» Потому что ты на самом деле не был очевидным для меня. Бертран Рассел сделал такое заявление. Один человек спросил его, «Если бы вы предстали перед Богом, что бы вы ответили ему?» Он ответил, «Я бы сказал, почему ты не явил себя более очевидно?» Я думаю, что Бог ответил бы Бертрану Расселу, «Я везде. Если ты хочешь найти меня, ты сможешь найти меня. Я в лице младенца. Я в твоей химии и физике. Я в законах природы. Я во Вселенной. Я в твоем сердце посредством морального закона. Твоя совесть говорит, что происходит нечто неправильное. Но почему вы трудитесь, тратите деньги, но так и не находите удовлетворения? Почему вы не придете ко мне и не послушаете внимательно, что я говорю? И ответ такой, потому что человек находится во тьме и не знает Бога. Вся проблема в человеке, а не в Боге. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 5 стих. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Далее посмотрим стих 10. Вторая личность. И здесь находятся практически все эти личности, о которых я хочу сказать в проповеди. Вторая личность, которую люди не знают, это вторая личность Бога Христос. Стих 10. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». Есть многое, что известно в мире. Посмотрите на наши айфоны. Многое известно. Многое из того, что находится в этом мире на поверхности, известно. Но мы говорим сегодня о том, что то, что мне действительно необходимо знать, я не знаю. Мне действительно нужно знать Бога, но я не знаю Его. Мне действительно нужно знать Христа, но я не знаю Его. Третья личность. Стих 15. Иоанн, пророк. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит, «Этот был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня». Стих 19. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, «Кто ты?» Вот, пожалуйста, «Кто ты?» Иоанн, кто ты? Они не знают Иоанна Крестителя, они не знают Христа, и они не знают Бога. Я задаю вопрос, важно ли знать эти три личности? Я рекомендую вам, я в действительности говорю вам, без всякого сомнения, что очень важно знать их. Они драгоценнее того сокровища на дне моря. И это также трудно найти, если только Сам Бог не явит вам, кто Он. Евангелие от Матфея, 11.27. «И тогда вы познаете, кто Он, и вы будете покупать без серебра, без какой-либо платы, то, что насыщает». Господь говорит, «Вы сделаете это, если будете внимательно слушать Меня. Вы действительно узнаете». Когда мы сегодня благовествовали во внутренней гавани, мы встретили группу индийских туристов. Их было пятеро или шестеро из Индии. Они остановились и захотели поговорить. Мы говорили, это было изумительно, потому что некоторые из них сказали, «Я верю в Христа». Мы просто говорили, «Я не знаю, что они знают. Я не знаю в действительности, кто они. И они не знают, кто я». Как верующий, вы можете быть таким, как Иоанн Креститель. И священники и фарисеи посылали к Иоанну Крестителю с вопросом, «Кто ты?». Мы все знаем это, потому что даже в наших семьях вы можете сидеть за одним столом напротив вашего родственника и думать, «Кто ты?». «Кто ты?». «Я даже не знаю тебя. Я даже не знаю, что в твоем сердце». Разве это не трагедия, что мы знаем многое на поверхности жизни, но не знаем, почему мы здесь? Или мы можем пойти в Таргет, купить что-то, но не знать, что на самом деле происходит здесь. И даже не знать, кто я такой. Но у нас есть хорошие вести в проповеди. Подождите минуту, они скоро. Стих 21. Первые спросили его, «Что же, ты или я?» Он сказал, «Нет». «Пророк?» Он отвечал, «Нет». Стих 22. «Сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ, пославшим нас, что ты скажешь о себе?» Он сказал, «Я глаз вопиющего в пустыне». Как он ответил? Он процитировал из книги Исаии 40 главы. Он дал странный ответ. В Царстве Бога есть путь, как Бог поступает с людьми, где не все очевидно, но если вы будете искать Его, вы найдете Его. Если вы захотите знать Его, вы сможете узнать. Если мы голодны, мы будем накормлены. Если мы чисты в сердце, то чистые сердцем увидят Бога. Это то, что мне нравится в нашем общении тела Христа. Четвертая личность, которая неизвестна. Посмотрите стих 29. «На другой день видит Иоанн, идущего к Нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира». Это то, что мы ищем. Вот оно. Это поднимается на поверхность. Это голос пророка. Это сообщение пастора-учителя. Кстати, мне нужно кое-что сказать касательно нашей страны. Грядущие выборы в ноябре очень важны. Это важное решение. У нас есть два кандидата. Многие люди не удовлетворены обоими. Что вы делаете в таком случае? Вы избираете лучшего из тех, кто есть. Вы принимаете моральное решение. Вы понимаете, что они говорят, во что они верят относительно важных вопросов. Для нас вы принимаете решение, за кого вы будете голосовать, как гражданин, как важная личность. Мы, рожденные свыше верующие, с Духом Божьим, и мы молимся за Божью волю, и мы активны в нашем сообществе. Послушайте. Мысль действенна. Мысль могущественна. Мысли могущественны. Они влияют на жизни людей. Мысли важны. Мысли распространяются. Мысли – часть нашей жизни. Мысли – это политика. Мысли – это идеология. Мысли – это сообщение. Я говорю, что мы ищем глубокого и находим это, как глубокое сокровище. И это сам Христос. Христос поможет мне жить эффективной жизнью в несовершенном мире. Вы понимаете, о чем я говорю. Иоанн Креститель сказал, «Вот Агнец Божий». Вот оно. Пастор говорит это. «Вот Агнец Божий». У вас есть пастор, которого вы слушаете? Вы слушаете проповедь, которая воодушевляет ваше сердце, ведет вас в вере, открывает Библию, извлекает из Библии Божье Слово, «И оно подвигает меня в моем духе, утешает меня». Есть много людей, которые не знают Его. Они не знают Иоанна Крестителя, они не знают Мессию, они не знают Бога. Четвертая личность. Евангелие от Иоанна, первая глава. Это Нафанаил. Первая глава, 37 стих. «И Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Иисус видел Нафанаила, шедшего к нему. Поэтому служение на улицах – это так весело. Поэтому мы открываем наше сердце Богу в нашей повседневной жизни, потому что мы видим, как кто-то подходит к нам, и мы удивляемся. Например, это группа индийцев. Мы встретили еще одну небольшую группу, волейбольную команду из Мичигана. Это группа девушек из Мичигана. Они посещали Балтимор. И вот они там. Мы поговорили. Конечно, они не знали нас. Мы говорили ясно и просто. Они были благодарны за это. Мы дали им некоторую литературу. Вы знаете Нафанаила, когда он идет к вам? Знаете ли вы, например, Чилу? Она приехала из Венгрии. Знаете ли вы Тони Купера? Знаем ли мы людей, которые приходят? Тони из Албании. Они приезжают к нам. Знаем ли мы? Я не знаю. Но Иисус знал Нафанаила. Вот он. Вот он. На улице. Вот он. Нафанаил. Я знаю его. «Иисус, откуда ты знаешь меня?» Стих 48. Нафанаил говорит ему. «Почему ты знаешь меня?» «Откуда ты знаешь меня?» «Откуда?» «Где мы встречались прежде?» «Откуда ты знаешь меня?» О том, что есть сокровища, сокрытые в море, и вы не можете их найти. Есть вопросы о Вселенной, и мы не можем на них ответить. Есть вещи, которые мы не можем найти. Но мы нашли самое важное в этом мире. Самое важное, что у нас может быть в нашей жизни, вот это духовное знание, это общение. Когда вы понимаете, кто есть Бог, кстати, Бог является разрушителем образов. Это слово означает «разбивающий образы». Греческое слово «икона» означает «образ». Он разрушает наши образы. Он разрушает наши концепции. Мы думаем, что Бог вот такой, но вот приходит испытание, и образ разрушен. Потому что Бог желает, чтобы у нас была чистая мудрость, знание Его личности. Кто-то прочитал книгу о благодати, и это разрушило Его концепцию. Они поняли, что Бог – это Бог благодати. Так же, как в истории с кроликом, пастор Марк Меринчелло говорил, поменяйте Ему имя, вкладывайте в Него. Возможно, Он победит горечь, злость, физическую боль, которые делают Его таким жалким кроликом. Бог является разрушителем образов. Он разрушает концепции. Это превосходно, когда мы возрастаем в живом Боге и знаем Его. Когда Иисус в Духе верующем, то Дух узнает Иоанна Крестителя и говорит, «Что Он говорит?» И тот указывает, «Вот Агнец Божий». Затем, когда верующий узнает Нафанаила, «Нафанаил, я знаю Нафанаила, я видел его через эти очки». Как называются очки, с помощью которых вы можете видеть тепловое излучение животных? Я не знаю. Инфракрасные? Очки ночного видения. Да. Какой технический термин? Очки ночного видения для использования в лесу. У Иисуса есть это видение. И Он может видеть наше сердце. Он видит Духа Божьего в нас. Бог доволен нами. У нас есть знания. Меня не волнует, где находится тот корабль в море. Было бы здорово знать об этом, пастор Хайтенрайк, если вы хотите начать поиски. Я не знаю, где этот корабль, но я нашел сокровища. Мы нашли знания, мы нашли библейскую школу, мы нашли сообщения, мы нашли разрушителя образов живого Бога, разрушающего сообщения фарисеев, разрушающего образы Бога-ублудниц. Приходит Иисус. Премудрость Всевышнего, почтение, которое исходит от Него в наши сердца. В завершении, стих 48, Иисус сказал Ему в ответ, «Прежде нежели позвал Тебя, Филипп, когда Ты был подсмоковницей, у Меня были очки ночного видения, и Я видел Тебя». Люди не могут видеть в темноте, но Я мог видеть Тебя. Я мог видеть Тебя, как другие люди не могут видеть. Я не говорю, что это было в темноте. Мы ездим в метро, по эскалатору, в аэропортах. Мы видим только поверхностное, как люди приходят и уходят. Мы замечаем их одежду, их язык, акцент, что-то еще. Но очки ночного видения Духа Святого способны знать. И когда кто-то ищет, когда кто-то жаждет, когда кто-то желает глотка воды, и мы говорим, придите, пейте вино, молоко, мед, без оплаты и без серебра. И слушайте Меня внимательно, и вы узнаете, что Я за вас, что Я люблю вас, что Я забочусь о вас. Я никогда не покину вас, Я никогда не оставлю вас. Я буду назидать вас в вашем сердце, и у вас будет покой, удовлетворение. Я размышлял над человеческой историей, как мы делаем это обычно. Я размышлял, что мы переживаем трудности в нашей стране, но для нас они ничто. Мы утверждены в знании, в том, кто есть Бог, кто есть Христос, кто есть Иоанн Креститель и кто есть Нафанаил. Есть ли они у вас в вашем сердце? Я знаю, кто есть Бог. Я знаю, кто есть Христос. Я знаю посланника, указывающего на Христа. Я знаю моего брата и мою сестру, у которых есть Дух Христа. Я знаю Бога. Я знаю тело Христа. Я знаю цель Христа, план Христа, видение и работу Христа. Из всех людей мы самые благословенные люди. Не хвались богатством своим богач. Не хвались своей силой силач, но хвались тем, что ты знаешь меня и понимаешь меня и Иеремия 9, 23, 24. И тогда, находясь на улице или в служении, вы осознаете это и наслаждаетесь этим. Это превосходно. Этому нет конца. Есть просто насыщение без денег и без оплаты. Аминь. Помолитесь со мною, пожалуйста. Господи, мы благодарим Тебя за то, что мы можем ощутить Твой Дух, говорящий Аминь в наших сердцах. Это наше величайшее сокровище. У меня может не быть одного, другого, но у меня есть это. У меня есть это. Какое это сокровище. Если вы здесь сегодня и у вас нет Христа, начните сегодня, поверьте сегодня. Скажите Христу, «Я верю в Тебя, я доверяю Тебе, я нуждаюсь в Тебе, я хочу познать Тебя Твоим Духом. Я хочу познать Тебя, ходить по вере в Тебя». Если есть такие, поднимите руку, помощники дадут вам буклет. Есть ли кто? Поднимите руку. Для верующих я хочу сказать сегодня, что мы хвалимся этим, мы делаем усилия, мы здесь по вере, мы приходим по вере, и мы находим Христа, мы возрастаем в Нем. Не разочаровывайтесь. Будьте ободрены тем, кого вы знаете. Бог выведет вас и приведет. Он поможет вам и направит вас. Вы будете возрастать в покое, в любви и в понимании. Да, благодарим Тебя, Господи. Если вы здесь сегодня, как верующие, скажите в вашем сердце, «Да, Господи, мы поклоняемся Тебе, благодарим Тебя, благодарим Тебя за ясность сообщения, благодарим Тебя за наше время в истории». Это все, что мне нужно на этом этапе. И затем с этим оснащением, этим общением, в котором мы способны действовать в трудные, сложные, вызывающие времена, имея ясность ума и сердца, любя людей. Мир нуждается в любви. Многим трудно найти эту любовь. Мы нашли Тебя, Ты – любовь, и с нами все хорошо, потому что мы нашли Тебя, как Бога любви, который исцеляет нас, помогает нам. Благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь.